Здравствуйте, друзья! Вы видите дождь. Дождь идет в Саннивелле, дождь идет в Санта Круз. Мы поэтому решили сегодня, ну на этот уикенд, мы решили не ездить в Санта Круз, а побыть здесь на месте. Вы видите, как наш бэк-ярд переносит дождик. Я бы сказал, совсем неплохо переносит. Вот там эти отверстия, туда все должно стекать. Это не единственное отверстие. Так что тут, в общем, целая система. Система работает пока неплохо. Но есть и проблемы тоже. Сейчас посмотрим на проблемы. Вот то, что вы видите тут на краю крыши, вот эта конструкция, она так покрашена незаметным таким цветом, неприметным. Но вот она заканчивается там трубой водосточной. Вы видите трубу. Это называется гатор. Там собирается вода и потом в трубу утекает. Если вы слышите такое бульканье, кроме самолета, то вот оно там и булькает в эту трубу. Там же вы видите лестницу, которая возникла там совсем недавно, потому что я залез на эту лестницу и, значит, рукой там нащупал, что вот забит гатор листвой с дерева, которое, ну вот вы видите там большое дерево, и листьями было забито. Дело в том, что мы каждый год, вот примерно в это время, вызываем там человека, и он вычищает листву из гатора в предвкушении, так сказать, дождей, которые могут быть, могут не быть. Но в этом году как-то рано довольно дождь получился. Причем дождь сильный, он всю ночь шел, и сейчас продолжает идти, говорят, весь день будет. Короче, оно там забилось. Из-за того, что оно забилось, вода стала перетекать сверху. Вот вы, может быть, даже видите тут какая-то такая грязючка, вот тут грязючка. Вот эта грязючка происходила от того, что вода прямо вот здесь вот выливалась, и там какие-то, видите, там семена, там не знаю, что это было. Вот эту ерунду она с собой тащила. Я приметил все это вот из этого окна, поскольку там мой офис, и пошел, значит, разбираться. Но это все как бы такие мелкие, мелкие детали. А есть проблемка и поинтересней. Вот это входная дверь нашего дома. И вы видите, что явно здесь что-то лишнее присутствует вот в проеме. Это точно такой же гатор, который возьми, да отвались. Вот, пожалуйста, я изнутри дома снимаю, нам все хорошо видно. Мало того, он там еще внизу, если вы видите, погнулся. То есть его нельзя обратно пришпандорить, надо будет новый какой-то делать. Мое подозрение состоит в том, видите, как водичка льется, смотрите, вот она из всякого гаттера вот так прям вот по всей поверхности крыши. Мое подозрение состоит в том, что он тоже забился, и хлипкие винтики, которые там вкрутили когда-то, вот хлипкие винтики не выдержали тяжести гатора полного воды. Такое у меня подозрение. В общем, надо будет что-то новенькое. Ну, хорошо, что это случилось в самом начале, как бы, сезона дождей, и мы можем поправить сейчас, и дальше уже всю зиму жить спокойно. Я, надо сказать, с утра разоблачился, в том смысле, что снял с себя все, что мог, и в этом виде бегал вокруг дома, и смотрел, как у нас там вода из труб течет, как все это происходит. Это как бы хорошее время потестировать те возможности, которые система имеет. Ну, вот, как бы, те люди, которые думают, что вот, как хорошо иметь собственный дом, они должны понимать, что к этому прилагаются, как бы, всякие такие обстоятельства. Вот. Мы, так сказать, жизнерадостные и оптимистичные, но, тем не менее, вот такая ситуация. Светлана говорит, вот ты скажи, говорит, а то нас все обвиняют, что мы только хорошее показываем, а если там какая-нибудь какашка, то мы ее прячем от населения, так сказать, вот население про какашки не знает. Вот, пожалуйста, друзья, типичный пример краха империализма. Вот у нас тут все было, а потом обрушилось. Вот, друзья, тот же самый катастрофический момент, но я из гаража вышел и снимаю. Вот тут оно такое все обрушившееся. Хорошо, что никто не пострадал, можно так заметить. Вот. А это виновники засорения гаторов, вязы. Называется китайский вяз, Chinese Elm. Вот эти деревья. Им, на самом деле, еще обсыпаться и обсыпаться. Там, слава богу, есть чем обсыпаться, поэтому мы обычно позже это делаем. У нас вся улица в вязах. Там, можно сказать, крушение на улице вязов. Сосед тоже строится. Видите, машины какие-то стоят, что-то они строят. Пришел сезон дождей. В этом есть большая позитивная сермяга, потому что нужна вода.